первостепенно то что мы хотим чтобы нашему мастерам было комфортно работать с нашей партнеркой это и одни из самых быстрых выплат на рынке буквально там после запроса проходит пару часов и у веба деньги уже на кошельке мы можем авансировать проверенных мастеров если у них там происходят какие-то кассовые разрывы и нужно или им нужно там увеличить объем трафика в моменте мы можем им помочь в этом плюс мы предоставляем полное техническое сопровождение на любом этапе интеграции и также бесплатные инструменты для работы с трафиком тут наверно надо нашего маркетолога спросить который стоит за кадром не особо львиную но занимает какую-то часть что могу сказать маркетинг это не ко мне почему так происходит слушайте мне кажется вообще маркетинг у нас сыграет больше какую-то имиджевую роль а именно реальные какие-то партнеры с которыми удается больше всего заработать это либо там сарафанное радио потому что кто-то говорит что этот кэш пришел у них там есть оффер они там вот тут мне помогли вот здесь дали капу расширенную либо это после конференции уже обработанные любви какие-то то есть самые интересные лиды это либо по знакомству которые приходят либо которых ты лично встречаешь на тех или иных ивентах и уже потом у вас там получилось или не получилось а марки больше для того чтобы о тебе не забывали что ли вот такая вот история да у нас несколько внутренних банков это разные команды это фейсбук сео ассо немного контекста но львиную долю наверное все таки фейсбук мы активно работаем много заливаем и это такая наша мини гордость смотрите у нас по сути сначала мы читаем резюме как происходит да как происходит обычно мы считаем резюме если нам кандидат после собеседования кажется адекватным ему дается тестовый период если он за этот тестовый период что-то сам показал что он имеет он там принимается на работу ну и дальше контролируется то как он на дистанции себя показывает в цифрах собственно схема довольно заурядная ничего новое наверно не открыл но я хотел бы еще отменить что у нас есть buying по рассылкам это тоже плюс-минус столько же сколько на фб выливается у нас с рассылок так мы перекрываем недостаток банка фб который льет на тир-1 тир-2 гео по тир-3 и россии трафик то есть у нас там на рассылках в основном это всегда россия это всегда казахстан и какие-то там азербайджан и узбекистан это вот история на рассылках так мы распределяем трав по гео грубо говоря это от одного до трех месяцев зависимости от кандидата и мы почему закладываем три месяца потому что не всегда ну арбитраж вообще штука нестабильная не всегда есть например периоды когда фейсбук дает откручивать стабильно особенно если это там праздники какие-то типа нового года или black friday какой-то там бывает маркет лежит с приложениями и тогда тоже у человека просто не было возможности показать на короткой дистанции что он может и тогда мы дам до трех месяцев продлеваем то есть обычно этого хватает чтобы понять насколько человек вообще умеет работать с источником и на что он способен у нас есть афилиатский отдел отдел баинга сейлз отдел коммерческий отдел который с деньгами решает вопросы да вроде а ну и разработка еще она у нас недавно появилась относительно два месяца но там уже плюс-минус какие-то результаты делают за что отвечают афилейты это за коммуникацию с веб-мастерами сейлзы день и ночь выбивает лучшие условия для партнеров сверяют приходы от рекламодателей разработчики разрабатывают прилы баин клюет ну в целом head в индустрии как показывает практика ищется довольно долго да потому что это либо люди которые такие в моменте подумали а наверное я уже head я два года поработал пора бы мне уже становиться повыше по карьерной лестнице двигаться а действительно толковых head of там крайне редко но без дева мы искали по моему месяца 4 то есть все как-то не то было и вот нашли относительно недавно прям очень хотели чтобы он попал к нам по сути по тоже сарафанки ну я предпочитаю брать филейтов уже с опытом мы пробовали выращивать с нуля я считаю что при работе филейта именно в пп важно чтобы он не только умел там если он на продукте только работал и у него не было до этого опыта работая именно в партнерке то скорее всего он там коммуницировал либо сеошниками либо там по медике какой-то коммуницировал с людьми это немножко другое то есть теперь немножко все иначе устроено в себе и околы должен быть и технически подкован больше то есть знать как настраиваются трекеры да они просто сколько денег надо чтобы позицию на обзорник и выкупить например вот такой вот там и это уже считается там middle например на продукте у многих представление с кем я собеседовался да то есть он должен знать как настраиваться кейтара там какие-то моменты понимать по математике именно там достоин ли трафик большей ставки с таким средним чеком или недостоин да потому что риф шара у нас не особо приветствуется в себе и да вот на эти стороны внимания обращать получше решает насмотренность какая-то на самом деле банальный опыт потому что если нужно понимать как работают прилы да даже элементарно как технически настраивается кабинет фейсбука какие цифры там в качестве трафика там что за что отвечает и так далее ты должен все это понимать уметь собирать в кучу и там уметь как-то коммуницировать и плюс наверное одно из важных чтобы я добавил это умение работать с негативом потому что только часто да эта штука очень часто и не все умеют это делать правильно и тут только опыт новички это просто долго и не совсем выгодно скажем так если совсем вкратце говорить потому что это куча вопросов которые относятся не совсем до про то чтобы сделать больше трафика скорее про то что там как ему правильно настроиться и банально просто несоизмеримо там трат трата времени на выхлоп от этого поэтому нас все таки практически всего мастера это накито крупные либо там средние команды которые там точно умеют работать с кабинетом за скаме ли нас феврале прошлого года это был рекламодатель из пик который на это один из самых крупных скамов за последнее время потому что обычно есть ситуации которые сложно назвать скамом там действительно за дело например порезали но это прям кинули на равном месте на 45 тысяч долларов причем этот трафик был не баингов это был трафик партнеров наших что добавило нам груза финансовой ответственности перед комьюнити арбитражным и и они просто перестали выходить на связь какой-то момент потом еще и сказали что мы слишком навязчивые какие-то ребята зачем мы требуем тогда многие попали под раздачу партнерки мы там шерстили инфу по рынку да они мы были одни там помощи 4 влетела или 3 партнер много кейсов было за с нами и мы поняли что как бы там решать дела уже не имеет смысла смирились с этим там рассчитались со всеми партнерами а что из позитивного ну там ребята и спина очень хорошо мы в теплых отношениях там скет казино в последнее время очень плотно работаем сотрудничаем то есть больше все-таки позитивных моментов это радует мне нравятся ситуации когда приходят в мастера из финансовой вертикали такие дай попробуем геймблу ну давай потом вот эти ребята которые начинают лить просто по по 200 дейли на какую-нибудь россию просто запуская какие-то рассылки конечно такие самые запоминающийся кейсами с такими ребятами связаны очень приятные вообще на самом деле сначала разбираемся решаем вообще в чем заключается кейс то есть нужно все это разбирать детально вот наверное из последних там было случай когда у команды банально были плохо настроены прилы и получается так что юзеры смогли зайти депнуть но потом не смогли попасть обратно на продукт и для рекламодателя это факт ну трафик выглядит как фродовый то есть получается зашло там я не знаю 100 игроков они там депнули но они не могут зайти редепнуть и получает статистика выглядит очень удручающе зашли один раз и все больше не заходили но как чистый фрон по сути вот как решаем разбираемся все детально поднимаем вообще все что только можно и на основании этого уже там принимаем какие-то решения там с рекламодателем либо своим мастером кейсы разные бывают решаются не тоже по-разному бывает позитивную сторону бывает там со срезами как пойдет а бывают люди регаются по пять раз пп и по одному скрипту нравится напродить и тогда мы уже коллективно просто наблюдаем что этот человек придумал в очередной раз как же будет отличаться его подход но все равно палится очень смешно временами бывает да право скажу наверное что это какое-то там взаимоуважение то есть такой больше бизнесовый подход что ли я там стараюсь например лично я там ни с кем не брататься как-то сначала решать вопросы что обсуждать и только потом уже на кита может быть личные вещи переходите с этом вы бы этого хочется скажем так поэтому наверно просто эта сдержанность и какой-то вот опять же бизнес но до орехов мы пытаемся донести что но если допустим первое сотрудничество было неудачным опять-таки по техническим причинам или просто в трав не попали то мы пытаемся выйти на то что нам больше интересно сотрудничать на долгой дистанции чем урвать там лишние пару тысяч в моменте на плохом трафе и ищем всякие варианты взаимодействия там после неудачного кто-то сотрудничество в начале или там где бы то ни было да и очень многие охотно идут на это то есть мы пересматриваем какие-то условия холдим дальше трав который не понравился или там просто пытаемся перераспределить по цене дальнейшей работы да там то есть там вы сейчас там это оплачивать оплачиваете на следующие закупы у нас будет по цене ниже чтобы вам тоже сильно минус не уходить например никогда не там пытаемся наставить на своем выплате во что бы то ни стало все и мы заканчиваем сотрудничество поэтому такие вот индивидуальные подходы как бы это банально не звучало они продлевают сроки работы с рекламе даже имеют какие-то негативные ситуации а наличие наличие кипи ай все зависит от самого кипи ай бывает кипи ай ставят ну вот мне кажется его прям придумали в моменте когда мне отвечали например я спрашиваю как вы кипи ай они говорят 200 процентов реддепов в первые пять дней и ты такой говоришь а у вас вообще это ну пруфанить мне пожалуйста кто его выполняет и соответственно никаких пруфов мне не предоставляют если кипи хороший если он адекватный то это хорошо для всех ты понимаешь что тебе нужно выполнить чтобы точно тебя платили потому что бывают такие истории какой у вас кипи ай спрашиваешь ты у реклам говорит главное чтобы трафик был активный но для меня активный трафик это трафик который проиграл там 30 долларов два захода у него это например 100 долларов в 4 захода и вот где нам договариваться то есть если это адекватно даже там не обязательно под источник какой-то конкретная вообще и прозрачно то это хорошая история если это мы хотим чтобы весь ваш трафик окупился в первую неделю иначе мы вам не выплатим или например за ставку 40 мы ставим base 20 извините меня просто нет такой я конечно с таким мы не работаем как правило не жесточаем то что дает рекл даем точно также смоет себя ничего не накидываем мы по сути являемся связующим звеном между вебмастером и реклам то есть мы имеем какой-то средств по офферам которые сегодня и сейчас конвертит дополнительные кипя какие-то смысла особо нет накидывать потому что чем быстрее в получит выплату тем будет ему лучше и всем нам тоже поскольку мы партнерка на самом деле мы у нас не то чтобы большой пул данных которые до нас доходят но в целом это конечно такие стандартные вещи из разряда просто банальный конверт в регу конверт из реги в деп и так далее и дальше если уже есть нам какие-то там сверки либо вопросы мы уже можем чуть детальнее запросить выгрузку рекламодателя и там посмотреть на уже те параметры которые нам предоставляют то есть сумма депов процентре депов и так далее на основе этих цифр уже можно понять в целом хорошие этот прав или нет хотя бы первично мы с ним практически не работаем потому что в большинстве случаев этот трафик просто банально плохой плохо купается для реклов и мне кажется он больше ведет тому что ты начинаешь постоянно коммуницировать с реклам что-то там пытаться выбить с него там что-то спросить доказать и так далее в общем больше какого-то негатива и мороки нежели чем к какого-то профита вот и я думаю что все-таки большинство схемных команд они работают все-таки напрямую с рекламодателями потому что они там уже становятся более лояльны к ним возможно там из-за объема или еще из-за чего-то поэтому как-то так мы особо не работаем это должна быть какая-то так весомая команда которая может нам прийти показать цифры и сказать смотрите ребят ну вот льем столько-то вот такие у нас средние чеки вот столько там мы имеем там сумму депов там на первую на вторую неделю так далее вот так вот мы проходим кипя и мы горюки хорошо давай мы тебе выберем час там у того ты у того то река тестовый капаю посмотрим вот ну на самом деле даже в таких случаях чаще всего это получается очень плохо да условно они всегда были есть останутся это вопрос какого-то банальной комфорта что ли то есть есть сетки например который работает только со схемным трафиком они работают низким другим вот поэтому не знаю просто просто мы особо не работаем просто потому что конкретно у нас это вот превращается в такую историю вот у кого-то может быть нет нам все-таки проще и выгоднее для нас раскачивает более массовые скажем так и прибыльные источники такие как фейсбук контекстом сео и так далее то есть с ними работать проще комфортнее и реклы и хорошо понимаю то есть слушать это такая история что последнее время большинство инфлюенс трафика или те же схемы то есть это просто схемы в обертке у нас есть блогер или мы закупаем у блогеров все самые крупные инфлюенсеры уже либо напрямую либо через агентство работают напрямую с с рекламодателями до остальное это то что кто-то там в курсе на складчине увидела такие вырастим блогера и вот приходит тебе такой инфлюенс когда овнер и не знаю инфлюенс за ливер и горит у нас инфлюенсер на бразилию ты лишь показывай он показывает большинство вообще отказывается показывать просто там ну и ладно все тогда мы не работаем кто-то показывает и там просто слезу типа там 2000 подписчиков я не знаю сколько из них накручены в итоге ты просишь воронку они те скидут воронку а там же схема все в воронке то есть это вот так возможно это именно участь партнерок принимать вот таких инфлюенсеров да потому что все кому надо уже поняли куда надо идти и вообще сейчас партнерки находятся на том уровне что у них и своя филка уже хорошо развита поэтому они всегда могут там скорее всего если не какой-то инфлюенсер они первые напишите ему нужного им до который не нужен уже они отказывают соответственно люди приходят к нам мы смотрим и тоже отказываем вот такая вот история такая вот история на самом деле зависит от гео и от продукта но у нас большинстве случаев все-таки это какие-то колеса и банальная рега из гео где например вообще этом колеса и рега конверты плохо но хорошо конверты бонус к вот и конечно здесь самое основное это просто уметь матчить связку то есть банально креатив land прил а вот и тогда чаще всего это вливается профит на самом деле мне кажется они они уже 7 актуально и не выгорают эмоции под слот какой-то определенный да там если ты льешь авиатор то ты конечно не будешь слоты ставить на связку с авиатором плюс под инфлюенс соответственно это блогер или там вырученный или суммарно там которых ты набрал каждый свой креатив снимает что еще ну бывают разные типы слотов типа еще плинка есть что отличается от обычных слотов что популярно в латинской америке также часть креативы там где надо стирать как в лотерее скретчить карточки тоже неплохо заходит ну и это просто ротируется постоянно либо в одном гео используется одно в другом другое все секрет успеха такой-то заливаешь креативы протестишь смотришь что едет выключая все что не идет возможно африка выстрелит именно массово как бразилия когда-то там два года назад хотя изначально мне так не казалось потому что сколько мы офферов африки не давали на пролив ни у кого успешно это делать не получалось именно у вебов которые там или у байнда да кто это тестил но тенденция такая что ее просят почаще в последнее время чем до и мне кажется может быть именно в двадцать четвертом году это будет прям темы докладов следующих клонов либо в целом какое-то знаешь очень дешевое дело о котором раньше никто не слышал какой-нибудь бангладеш который в свое время ворвался и оказалось что он на фиге как круто идет и заливается всех источников или вы мне кажется отроют что-нибудь такое начнута принимать трафик окажется что там довольно прибыльно потому что все основные дело они всем известны уже давно ввести ради интер 2 он как бы перелит уже по 10 раз типа того да то есть там там ты выделяешь что каким-то классным продуктом работы этого продукта вот а вот именно что такое новое уникальное да это какие-то мне кажется очень дешевые дело которые могут выстрелить мы все планы на две тысячи тот и год перри крылья уже наверное в 2023 то есть у нас поменялась структура немного мы нашли без дела усилили команду мы решили в банке так сделать что мы раньше у нас все бояры были мульти сурсовыми если так можно назвать кто-то там пробовал фабе если у него фаба не ехал он переходил на инап если у него инап не ехал он там пытался другой источнику это разговаривать там асо о асо юак какой-нибудь в гугле сейчас мы просто buying будем расширять и под каждый источник у нас будет набираться отдельные байры уже знающее дело свое именно в этом источнике и вот этот вот кросс брендинг не брендинг а переход с одного источника на другое он не будет приветствоваться и будем попробовать будем пробовать